Три страны передали Украине реактивные системы залпового огня, которые способны запускать ракеты GMLRS от Lockheed Martin. В Украине эти ракеты применяются в реактивных системах залпового огня М270 и М142 HIMARS. Недавно было сообщено, что Великобритания удваивает количество реактивных систем залпового огня М270B1, которые предоставляются Украине. До этого на вооружении Украины было три пусковых установки этого типа, с новой партией станет шесть. Также Германия передала Украине три реактивные системы залпового огня МАРС-2. Эта пусковая установка на гусеничном шасси фактически является лицензионной копией американской М270 с незначительными доработками. Кроме того, вместе с последними поступлениями за последние два месяца в Украине в целом уже есть 16 систем РСЗО М142 HIMARS. М142 HIMARS несет шесть снарядов, РСЗО М270 вдвое больше. 12.25 артиллерийских систем Украины смогут одновременно запустить 204 ракеты GMLRS. В начале июня сообщалось, что Великобритания передает Украине снаряды GMLRS в версии М31A1. Также Соединенные Штаты сообщили, что в последнем пакете помощи передадут Украине дополнительные ракеты КХАЙМАРС. М31A1 – это усовершенствованная версия М31. Реактивный снаряд М31, производная от М30 с унитарной осколочно-фугасной боевой частью массой 90 кг для использования в городской и гористой местности. В новом снаряде применен новый подрывник и САИФ, который имеет три режима срабатывания, а именно, приближение, удар и с задержкой после удара. Дальность применения реактивного снаряда – от 15 до 84 км. Спасибо за просмотр. Слава Украине!